С начала текущего года на территории Черкеска зарегистрировано более 1100 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 88 человек. Для девяти из них случившееся закончилось трагически. Сегодня автоинспекторы Черкеска очередным профилактическим мероприятием напомнили участникам дорожного движения быть более внимательными. Тему продолжит Артур Мхце. В Черкеске снова сбили пешехода на зебре. От количества рейдовых и профилактических мероприятий городских автоинспекторов у водителей вроде бы должен выработаться рефлекс – быть бдительными. Однако в который раз приходится говорить то ли о неуважении участников дорожного движения друг к другу, то ли о незнании ими правил. Вот и теперь водитель проигнорировал, что человек пересекает проезжую часть по пешеходному переходу. Девушку за рулём легковушки полицейские уже задерживали в сентябре текущего года за вождение в нетрезвом виде. Однако лишение прав находится в ведении другой организации, а потому автомобилист продолжила кататься, как ни в чём не бывало, до нынешнего происшествия. В результате наезда транспорта пострадала женщина, которую госпитализировали в медучреждении региональной столицы. Это всё по невнимательности в первую очередь водителей, а также самих пешеходов. Пешеходы зачастую переходят дорогу, у них в ушах то установлены микрофоны, слушают музыку, по сторонам не смотрят. Также водители отвлекаются на свои телефоны. И вот это всё приводит у нас к дорожно-транспортным происшествиям. В свете нескольких последних случаев на дорогах Карачао-Черкесии автоинспекторам было рекомендовано усилить контроль за происходящим на проезжей части. Согласно распоряжению начальника отдела МВД России по городу Черкесску, сотрудниками ОГИ БДД на территории города Черкеска проводится профилактическое мероприятие, направленное на снижение ДТП и тяжести последствий, связанных с наездом на пешеходов в первую очередь и детского травматизма. За текущий период, хотелось бы подчеркнуть, за 2022 год на территории города Черкеска совершено 1103 ДТП, в которых получили ранения 88 человек и 9 человек из них погибло. Полицейские раздавали водителям памятки, напоминали им о том, что соблюдение правил в интересах всех участников дорожного движения и позволит избегать неприятностей. Впрочем, статистика дорожных происшествий за несколько последних месяцев заставляет задуматься над дополнительными мерами, которые помогли бы усилить контроль за происходящим на проезжей части. Артур Махцелий Бастанов, Вести, Карачаев, Черкесия.